Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проведение специальной операции. На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии западной группировки войск поражены подразделения противника. В районах населённых пунктов Масютовка, Тимковка, Красная Первая и Новомлынск, Харьковская область. В районе населённого пункта Новоселовска и Луганска народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицам 100Б, а также одна радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады Вооружённой силы Украины. На Краснолиманском направлении ударами операционно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка ДНР и Червоная Деврова Луганской народной республики. В течение суток на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении в результате ударов операционно-тактической и армейской авиации, огня, артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск, за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и группировок войск «Восток» нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Малой Такмачком, Марфополь и Комсомольской Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Также в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля «Гаубица Д-30», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Операционно-тактической и армейской авиации, артиллерии и группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах. В районах населенных пунктов Верхнекаменская и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности «Сторм Шэду», 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и две противорадиационные ракеты «Харм». Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Затишная, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кременец, Ясная, Донецкая Народная Республики, Пологи и Ремовка Запорожской области. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены. 429 самолётов, 235 вертолётов, 435 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитно-градетных комплексов, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин и реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10481 единица специальной военной автомобиле техники.